Всем салам алейкум и здравствуйте, мои хорошие. Хотелось бы ответить на очередной комментарий армянина. Почему нет азербайджанцев в Степанакерте, пишет он. Ну, во-первых, не Степанакерт, а Ханкианди. Называйте правильно территории, которые есть в документации, а не то, что вы придумали на своих устах и везде занимаетесь самообманом. Во-вторых, хотелось бы вам ответить так. ВС Азербайджана периодически укрепляют свои позиции как на условной границе с Арменией, так и на территории подконтрольной российскому миротворческому контингенту. Нынешняя передислокация армии позволит Азербайджану держать под контролем не только все дороги в Лачинском районе, но и приграничные территории Армении. Армяне привыкли на наших оккупированных территориях передвигаться так, как они хотят, делать, что они хотят, но армяне такого уже не будет, за это забудьте, потому что на сегодняшний день вы наконец-то остались лицом к лицу, один на один с Азербайджаном. И Азербайджан вам показал свою мощь и силу в течение 44 дней. Да, хотелось бы подчеркнуть, что Армения эти территории оккупировала на протяжении 4-5 лет. Азербайджан за 44 дня отрезал просто. На сегодняшний день, армяне, вы должны не забывать, что миротворческий контингент, то есть миротворцы, скоро покинут территории Азербайджана и перестанут вас защищать. Надо исполнять договоренности, которые вы подписывали в 2020 году, и в принципе от этого вы рано или поздно никуда не денетесь. Посмотрим, что будете вы говорить дальше. Карабах – это Азербайджан, не обсуждается. У Азербайджана очень много затрат сегодня с Карабахом, ведь армяне умудрились, которые якобы называют Карабах своим, заминировать там земли. Да, у меня такой вопрос, армяне, к вам. А разве люди, которые называют землю своей, минируют свои же земли? Как-то у вас странная логика. Очень интересно. Посмотрим, если чайная логика. Я хороший человек. Потому что он верится. С рождения.